МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал ТУВА24. И сегодня с вами я, Александр Филатенко. 28 сентября в Национальном театре состоялась инаугурация избранного главы республики ТУВА. Церемония прошла с ограниченным количеством гостей. Владислав Ховалык привел присягу и символы власти главы республики. Передает Инна Клоян. Впервые за многие годы в зале Национального театра собрались представители разных эпох и, может быть, разных взглядов. Всех их объединило это знакомое мероприятие. Одновременно итог и начало нового этапа в жизни ТУВЫ. Ровно три часа дня и уже через пару мгновений Владислав Ховалык в зале Национального театра. Гости церемонии вступления в должность встречают избранного главы республики под звуки оркестра. Согласно протоколу, церемонии и инаугурации предваряет оглашение председателям избирательной комиссии ТУВЫ Олегом Фортуной окончательных результатов прошедших выборов. Абсолютное большинство голосов 142 159 избирателей или 86,81% получено кандидатом, выдвинутым Всероссийской политической партией «Единая Россия» Владиславом Товарищевичем Ховалык. Присягу у вновь избранного главы председателя правительства республики принимает председатель Верховного хурала Канолдова. На основании пункта 4 статьи 110 Конституции республики ТУВА приглашаю вас торжественно принести присягу. Избранный большинством жителей ТУВЫ Владислав Ховалык произнес присягу на двух государственных языках республики. Он поклялся в верном служении многонациональному народу ТУВЫ. Уважать и охранять права и свободы, соблюдать Конституции, законы России, ТУВЫ и добросовестно выполнять обязанности главы председателя правительства. Торжественно клянусь верно служить многонациональному народу республики ТУВА. Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Соблюдать Конституцию республики ТУВА. Федеральные законы и законы республики ТУВА. Добросовестно выполнять высокие обязанности главы председателя правительства республики ТУВА. После принесения присяги, вступившему в должность руководителю региона, переданы символы власти, нагрудный знак и печать. На этом завершилась официальная часть церемонии инаугурации. И знаками во время проведения торжественных мероприятий и официальных церемоний. Одним из первых Владислава Хавалыга поздравил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Вадим Головко. Результаты состоявшихся выборов показали, что вам, уважаемый Владислав Товарищ Таевич, удалось сохранить консолидацию общества и завоевать доверие абсолютного большинства населения республики ТУВА. Это говорит о том, что люди одобряют выбранный курс развития и связывают с вами свои надежды и планы на будущее. Убежден, что накопленный опыт и профессионализм управленческой команды станут прочным фундаментом для дальнейшего развития региона. Желаю вам, Владислав Товарищ Таевич, успешной работы на посту главы республики ТУВА. Упорство и энергии в достижении целей и задач, которые поставил перед вами президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Владислав Ховалык при общении с журналистами еще раз подчеркнул, что должность главы республики является почетной и ответственной работой. Прежде всего, церемония вступления в должность – это не чествование, а обязательная процедура, которая подытоживает столь сложный избирательный процесс. В ходе выборов, как вы знаете, нами собрано очень много предложений и пожеланий со стороны избирателей. Как говорил на последней встрече, в ранней встрече Владимир Владимирович Путин, сейчас нужно поработать, засучив рукава, оправдывать каждый день доверие избирателей своих земляков. Главный сейчас вопрос – формирование работоспособной, эффективной команды, которая, соответственно, будет выполнять все эти огромные запросы населения, которые мы включили в свою программу развития. Своими впечатлениями поделились и гости мероприятия. Среди них – видные государственные и общественные деятели и представители разных сфер деятельности, внесшие большой вклад в развитие республики. Очень важно в гармонии находиться с самим собой и в этом отношении. Конечно, очень важно, чтобы на работе у него все получалось. Как говорят, счастье – это когда с удовольствием бежишь на работу, и счастье – это когда после работы усталый, но все же удовлетворенный, с радостью бежишь домой. Когда есть тыл, когда есть поддержка в семье, у него все будет получаться. Поэтому очень хочу, чтобы у него была гармония и одновременно, конечно, поддержка. На выборах очень много народа поддержало. Это хороший знак. Главное сейчас уже результативной работой доказать состоятельность работы, команды. Очень важно относиться, мне кажется, с особым уважением и одновременно бережливостью к кадровому составу. Хотелось бы поплотнее поработать нашим новым главам правительства. Ждут наши художники, конечно, творческие люди. Очень ждут, надеются. Поэтому я желаю будущему нашу тугу видеть именно на святающем. Всенародный избранного главы Республики ТВ, председателя правительства Республики ТВ, Ковалу Владислава Тавачитавича. И хотим пожелать ему, прежде всего, крепкого здоровья, потому что должность, она обязывает тому, чтобы быть крепким, здоровым руководителем, чтобы руководить теми процессами, которые нам необходимы сегодня для развития нашей Республики. Очень рад, что в нашей Республике возглавляет опытный управленец Республик ТВ. Я хочу ему пожелать дальнейших успехов. Также, чтобы он упорно работал на развитие нашей Республики. И он понимает, что здравоохранение нашей Республики требует дальнейшего развития. И хотел бы, чтобы он уделял особое внимание на развитие нашего здравоохранения. Мне посчастливилось присутствовать на инаугурации главы Республики ТВ. Спасибо всем и поздравляю своих земляков с таким большим праздником. И желаю в работе дальнейших успехов и просветания. Назначение главы Республики свершилось и закреплено красивой церемонией. Теперь Владиславу Хавалыгу, уже главе Республики, предстоит очень многое сделать для ТВ в пятилетний срок. Инна Клоян, Боян Магушку, Залсарекс РН, ТВА24. Согласно Конституционному закону о правительстве Республики ТВА, глава ТВА Владислав Хавалыг своим указом отправил действующий состав правительства в отставку. Члены правительства будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава. Указ вступил в силу со дня его подписания с 28 сентября текущего года. На первом заседании осенней сессии Верховного хорала ТВА депутаты приняли ряд важных законопроектов. Они касаются бюджета, медицины, занятости населения. Подробнее расскажет Олен Кыз Боян. Заседание началось с государственных гимнов Российской Федерации и Республики ТВА. Одним из первых спикер Тувинского парламента озвучил региональный закон о снижении цены на электричество, принятый 4 августа текущего года. В соответствии со статьей 75 регламента Республики ТВА в основании распоряжения председателя Республики ТВА 4 августа проведено открытое голосование посредством опроса депутатов по проекту Закона Республики ТВА о льготном тарифе на электричество и энергии. В голосовании приняли участие 25 депутатов. Из них проголосовало за 25, против 0, воздержали с 0. В итоге голосования закон был предан и подписан. Комитетом по социальной политике в повестку включен законопроект о внесении изменений в бюджет местного фонда обязательного медицинского страхования. Дополнительные 112 миллионов рублей федеральной субсидии предлагается распределить по медицинским учреждениям республики. Основной вопрос это внесение изменений в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. Там было добавлено 112 миллионов федеральных субсидий и эти деньги были распределены для организации работы медицинских учреждений в особенности по борьбе с ковидной инфекцией. В республиканском проекте закона о занятости населения предлагается закрепить изменения и новшества федерального законодательства. Проектом расширены и уточнены полномочия органов государственной власти субъектов России и органов местного самоуправления в области содействия и занятости населения. В том числе в части регионального контрольного надзора за приемом на работу инвалидов к пределам установленной квоты. Также в целях развития механизма оказания государственных услуг в сфере содействия занятости в электронной форме расширены полномочия и регламентирована деятельность государственных служб занятости. В том числе в связи с преобразованием информационно-аналитической системы, общероссийской базы вакансий работы в России и единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений работы в России. Всего на сессионное рассмотрение депутатов было вынесено 50 вопросов, которые ранее были рассмотрены профильными комитетами Верховного Хурала. Десятки миллионов рублей похитили кибермошенники у жителей республики в текущем году. Эта цифра была озвучена на брифинге, состоявшемся в региональном министерстве внутренних дел. Подробности узнал наш корреспондент Сайген Бирбю. Все чаще наши земляки становятся жертвами кибератак. Счет нанесенного ущерба перевалил 30-миллионную цифру и она растет с каждым днем. Полиция республики стревожена участившимися фактами кибермошенничества с применением социальной инженерии. Население игнорирует предупреждение правоохранителей и вновь люди лишаются сотен тысяч и даже миллионов рублей. На прошедшем брифинге вновь говорили о наглости и технической подкованности мошенников. Участие в серьезном разговоре приняли представители СМИ Нацбанка. Брифинг открыла начальника дела следственного управления МВД по республике Това Марина Черевко, приведя в качестве примера факт мошенничества в особо крупном размере, совершенного буквально на днях. Последний случай показал, что все накопления в сумме практически 6 миллионов, 5 миллионов 600 тысяч гражданкой республики Това были переведены на счет мошенников. И те номера абонентские, с которых совершались звонки, были отображены у потерпевшей как номера телефонов Федеральной службы безопасности, сотрудников банков, также 8800 имелись вот эти номера, у нее сохранены. И она, проверив с помощью интернета, действительно ли этот абонентский номер принадлежит организациям, удостоверившись, дальше продолжила совершать вот эти действия по переводу денежных средств. Причем злоумышленники грамотно воспользовались методом социальной инженерии для управления жертвой. Она, действуя по методике, которую ей объяснили, ни в коем случае не сообщайте о том, что вам звонили, что идет секретная операция. Постановка вообще разговора и речь была достаточно грамотная, отработанная. Ее напугали, что если она разгласит данные, которые ей стали известны в ходе этого телефонного разговора, в дальнейшем последует какая-то ответственность в отношении ее. Поэтому человек был полностью введен в заблуждение от начала разговора до конца. Звонили с разных номеров, представлялись разными людьми, называли имя, фамилию, отчество, что зачастую потерпевшим располагает. Потерпевшая была до такой степени напугана, что в течение нескольких дней получила многомиллионные кредиты, затем перевела полученные деньги на указанный мошенниками счет. Безвозвратно. В случае, если попали в такую ситуацию, конечно, надо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление по факту попыток или по факту мошеннических действий в отношении человека. Такой комментарий. Поэтому 6 миллионов – это все одна женщина? Если она все сама совершала, то банк точно не должен восстанавливать эти деньги. Всего за прошедшие 8 месяцев этого года в ТУВЕ зарегистрировано 579 преступлений в серии информационных технологий и телекоммуникаций, в результате чего жители республики лишились огромной суммы денег. Дистанционные воры часто представляли сотрудниками силовых структур. Ни один из нас сотрудник правоохранительных органов не будет требовать номера банковских карт. Кибермошенничество на сегодня один из самых разносторонних видов преступлений. И это не предел, предупреждают правоохранители и представители Национального банка. Какие новые способы кражи денег у нас в последнее время появились? Первое. Они стали представляться сотрудниками Центрального банка РФ. Относительно этого я сразу скажу, что Центральный банк не работает с физическими лицами, не предоставляет никаких выплат, не предоставляет никаких кредитов. Мы работаем, Центральный банк работает только с коммерческими и иными финансовыми организациями. Да. Значит, когда вам приходят какие-то сообщения по электронной почте, да, мессенджеры или СМСки, да, и просят, отправляют подозрительные ссылки, да, никогда не обращайтесь в ссылки. Надо данного абонента или контакт этот заблокировать надо, первое, да. Никогда не переходить по этим ссылкам и не совершать те действия, которые там указаны, да. Правоохранительные органы предупреждают, что киберпреступность никогда не стоит на месте. Ее жертвами становятся теперь уже не только пожилые люди, но и вполне продвинутая молодежь. Будьте осторожны и не забывайте о защите своих персональных данных. Подозреваемый в убийстве мужчина был пойман в горах. Напомню, что 15 сентября в Мангун-Тайгинском районе было совершено тяжкое преступление, убийство. Подозреваемый в преступлении пустился в бега, но был вычислен и задержан в горах. Как удалось поймать беглеца в глухой тайге, узнал Сайгин Бирбю. Утром 15 сентября в дежурную часть Мангун-Тайгинской полиции поступило сообщение из Кожунной больницы, что при обслуживании вызова в одном из домов Мугураксы было обнаружено тело 51-летнего местного жителя. Личность подозреваемого в убийстве стала известна сразу. Им оказался ранее судимый за тяжкое преступление против личности 28-летний уроженец села Мугураксы. На поиски беглеца были брошены оперативные сотрудники полиции при силовой и технической поддержке бойцов ОМОНа региональной Росгвардии. Задержать по горячим следам предполагаемого преступника не представилось возможным, ведь подозреваемый скрылся в труднодоступной таежной местности, где хотел отсидеться. Мужчина взял в тайгу все необходимое, что могло пригодиться в горах, но не учел, что на дворе 21 век с его техническими возможностями. ОМОН Росгвардии в условиях труднодоступности в ночное время суток использовал специальные технические средства. Это тепловизионные бинокли, квадрокоптер, который позволяет охватить большую территорию. Так беглецу, несмотря на все его ухищрения и способы маскировки, скрыться не удалось. Действия спецназа были максимально точными. По факту совершения особо тяжкого преступления, вследствие чего погиб человек, возбуждено уголовное дело. Следственными органами Следственного комитета России по республике Тыва предъявлено обвинение 28-летнему жителям Ингентагинского района в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за совершение убийства. По поручению следователя, местонахождение скрывавшегося мужчины было установлено. После задержания ему предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На этом у меня все. Следите за нашими новостями в социальных сетях, берегите себя и будьте здоровы. До встречи в следующем эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА